Привет, народ! Сегодня у нас понедельник, мы вчера с дачи вернули. Вот и я сейчас иду к врачу. Я, по-моему, уже где-то упоминала, что сейчас в спонсоризацию прохожу, потому что уже 3 года прошло, а ее надо каждые 3 года проходить. Так что я сейчас отдалась уже к врачу. Сейчас немножко как-то не думайте, что я там пропала куда-то или решила забросить канал. Нет. Просто, как я уже говорила, произошли некоторые события, которые немножко приостановили мою жизнедеятельность. И я немножко ушла в себя, но я стараюсь выходить оттуда и как-то более жить. То есть отвлекаться немножко от всех этих событий и возвращаться, так сказать, к жизни и радовать вас, и радовать себя этой жизнью. И радовать вас какими-то событиями. Вот поэтому я сейчас иду к врачу. Не знаю, может быть, потом пойду в магазин. У нас тут есть местный столичный гардилоб называется. Я люблю там отовариваться. Там нам сейчас кофточка такая диапардовая или даже не запкая, как ящикца. Вот это я там брала. Не знаю, видно, не видно. В общем, так вот. А мне нравится то, что я уже люблю косточки с декольте. И вот, ну, сзади, наверное, не видно будет. Там точно такой же вывеск глубокий. Вот, так что сейчас иду на улицу, что не очень хочется, но надо. Я уже записана к врачу и надо идти. Вот, так что до новых встреч. Привет, народ. Я уже вернулась от врача и по дороге скачала на почту и забрала. Еще один заказ пришел. Я вот хотела вас спросить. Как вы, может быть, заметили, я не делаю обзоров на распаковку. Я сразу делаю обзор на товары, так сказать, внутри упаковки, внутри почтовой упаковки. Напишите мне, как бы вам было бы интереснее. То есть, сначала делать обзор на распаковку, а потом уже на товары. Или вам так нравится. То есть, как я делаю распаковку товаров и обсуждаю, рассматриваю их и обсуждаю, какие они там внутри. Качественные, некачественные, с достатками, с достоинствами, с достатками. То есть, как было бы интереснее. Какой процесс вам нравится больше? Распаковка, собственно, или обсуждение уже товаров внутри. Вот. Сейчас буду делать ужин. И, наверное, завтра проснимаю. Пришло мне три посылки. Должно четыре прийти. Я планирую уже делать обзор полностью всех четырех, потому что это был один целый заказ. Вот. И бывает так, что, например, я заказываю, к примеру, ну, образно, да, например, колготки, носки и бижутерию. Естественно, в таком случае я сделаю отдельно обзор на фиксель и отдельно обзор на бижутерию. Но если вот в данном случае там посылка вся есть мелочь состоит, там есть и колготки тоже, но в основном всякая мелочь. Поэтому я сделаю общий обзор на всю покупку. Вот. Напишите мне, как вам больше нравится. Интересен сам процесс распаковки или интересно тоже послушать мое мнение о приобретенных товарах. Привет, народ! Сегодня среда. Я только что пришла, забрала еще одну посылочку. Я ее уже открыла, чтобы точно посмотреть, что там пришло. Вот. Я отдельный обзор буду делать на все посылки, которые пришли. И уже с распаковкой я, естественно, все вещи распакую, осмотрю и уже буду снимать по факту, осматривая их и как бы рассказывая вам, насколько они качественные или некачественные. В данный момент вот я открыла и меня порадовало, что я заказывала здесь серьги и вот посмотрите, как они упакованы. То есть все довольно тщательно, ничего не сломается, ничего не поломается. И, например, вот гигиеническая помада в пластиковой таре, она тоже упакована в эту штучку. Вот. Я сделала отдельный обзор, это будет в ближайшем видео. Я просто не помню, одна ли еще посылка, то есть как бы пришло две посылки, вчера и сегодня. Я не знаю, вот должна ли еще третья прийти или нет, посмотрю до конца недели, если не придет, тогда буду снимать видео. И вот зашла в фикс прайс, увидела там вот такой маленький вентилятор, подумала, что может быть он меня немножко спасет в плане того, что мой компьютер дико перегревается. Практически там за полчаса, час он уже очень горячий. У меня сейчас нет возможности поменять термопасту на нем, поэтому я решила, может быть, такая маленькая фигнюшка мне поможет. Вот. Еще взяла вот эту тряпочку, давно ее искала, такая из микрофибры для уборки в машине. Очень миленькая, такая мили-милишная, хочу маме подарить. Она с одной стороны вот такая ровненькая, похожа на обычное полотенце, ну такая плюшевая, а с другой стороны она вот с таким ворсом. Это для полировки, как я понимаю. Вот. И еще взяла два набора фломастеров для раскраски. Я уже начала раскрашивать, но пока как бы те фломастеры, которые у меня были, они уже подсохли и получилось как-то не айс. Поэтому я взяла вот такой набор из 24 цветов. Довольно яркие, все прям очень прикольные оттенки. И еще вот такой маленький набор из 16 цветов, они двухсторонние. Но мне понравилось, что, например, в этом наборе все цвета такие достаточно яркие, как бы прям сочные. А здесь, например, в этом наборе, если вот в сравнении положить, да, то здесь есть, например, вот такой персиковый, кремовый. Есть пастельно-фиолетовый, что как бы тоже имеет место. Я их еще не попробовала, но вот еще болотно-зеленый такой, оливковый немножко. То есть, я их еще не пробовала, не открывала, но я посмотрю, может быть, они действительно такие пастельные, было бы круто. Ну, если они яркие, тоже неплохо. Вот, хотела еще карандаши взять, вот по типу такого набора тоже карандаши, но там их не было уже. Все разобрали, осталось максимум, по-моему, 16 цветов. Есть, были двухсторонние карандаши 24 цвета, но что-то они меня как-то не впечатлили, и я понимаю, конечно, что сделано в Китае, но на карандашах нет никакой отметки. То есть, они мягкие, или они твердые, или они твердо-мягкие, в общем, никакого обозначения не было. Вот, так что попробуем. Вот такие вот, пока, небольшие покупки. Привет, народ! Сегодня у нас, по-моему, среда. Сегодня пришла посылочка. Я на ней сделала отдельный обзор, потому что, когда придут остальные, потому что, она пришла очень быстро, практически, наверное, недели две прошло. Вот, я как-то ждала они раньше месяца. Вот, сегодня у нас, как у нас, у меня вот такой вот ужин, это тушеные кабачки с помидорами и курочкой. Обезжиренный, ну, то бишь, без кожи и безо всякого такого. Вот, я сегодня решила, что я посмотрю телевизор. Вот, я смотрю ТВ-3. А, сегодня и завтра, последние серии, сериал «Помнить всё». Как вы, может быть, не раз заметили, хотя нет, но вряд ли заметили, потому что я еще не разу об этом не упоминала, что я люблю детективы в своих приездах народов. Давно я просто себя не показывала на камеру, но я думаю, что я на этот счет сниму отдельное видео, а я пока просто в разумиях еще по поводу того, что именно в этом видео вам, как бы, не то, чтобы рассказывать, а разъяснять. Вот, просто... Не смотрите, что я такая оранжевая. Это просто лампа дневного освещения, а подсветку на камере я не включила. Вот, так что я такая, в принципе, загорелая. А сейчас... Сейчас, как бы, отдыхаю, прихожу в себя. Вот еще тоже немножко плохо себя чувствовала. Пошла к врачу, оказалось, что уже 3 года прошло, и снова надо диспансеризацию проходить. Поэтому я сейчас хожу на всякие анализы, осмотры и прочее. Вот. И... Чего я еще хотела сказать? Хотела сказать, что я прихожу в себя, но не так это хорошо. и продуктивно происходит. Потому что... Все-таки... Такое... Такое событие... Это нельзя назвать событием. Такое происшествие, наверное, оно оставляет определенный отпечаток в жизни. Особенно, если ты был человеком очень близок и откровенен, и в хороших отношениях. И все-таки это даже не отпечаток, а некий шрам в жизни, который у кого-то быстро заживает, а вот у меня он очень медленно заживает. И отчасти плохое самочувствие у меня началось именно с этого. И пошла-таки я к врачу именно из-за этого. И сейчас я уже прохожу диспансеризацию, просто потому что я туда попала-таки к врачу, и оказалось, что опаньки, пора опять диспансеризацию проходить. Ну, в принципе, это неплохо. Заодно и проверить там, где мне нужно. Где мне нужно, а где нужно терапевту. Вот. И, в общем, я к тому, что пытаясь помочь этой ранее зажить, я стараюсь как-то себя отвлекать. Я смотрю фильмы, но они меня не радуют. Я пытаюсь, ну, там, с друзьями как-то пересечь, какие-то интересы свои вспомнить. Вот сейчас вспомнила, что не выставка, как бы конкурс, в котором я хотела участвовать, там набор идет до 1 сентября. И время как-то уже вот-вот поджимает. Поэтому нужно начать что-то делать. И сегодня я на последний анализ уходила. Завтра у меня, можно сказать, свободный день. Вот. И завтра я думаю, что я как-то... Может быть, с утра немножко подслю подольше. Днем я хочу прогуляться. У нас есть до парка «Радуга». Зайти там. Есть местечко одно интересное. Узнать насчет ушек своих. Я уже заходила в одну... В один салон. Узнавала. Там будет... Ну, это же дом у нас. Там стоит 750 рублей, включая сережки. Ну, как-то меня смущает, что там сотрудники все нервистые. Как-то я не готова домерить свои уши иностранцам. Вот. Поэтому, ну, не поймите меня там как-то превратно или что я сильно презираюсь, потому что специалист он в любом... В любой стране специалист и в любой национальности специалист. Но, как-то, скажем так, люди, которых мы привыкли видеть, не знаю, там, уборщицами в продуктовом магазине, я не готова этому человеку доверить свои уши. Все-таки это как-то немного медицинская процедура. Вот. А человек, который не внушает мне доверия, как специалист... В общем, я не готова человеку иностранной национальности доверить свои маленькие ушки. Так как у меня мочки маленькие, их практически нету, то я как-то, знаете, побаиваюсь, что могут, ну, не в ту точку попасть или еще что-нибудь в этом духе. Так что, вот так вот. Завтра прогуляюсь, собственно, до салона красоты, где можно будет узнать, ну, то есть в другой салон зайти и спросить. И после обеда я уже думаю, что, может, я наконец-то эмульсворче, что, может быть, это меня как-то затянет, и я отвлекусь и начну таки уже улыбаться, потому что в последнюю неделю жизнь меня особо не радует. Так что, вон мой сериал начался, так что, пока что до связи, может быть, завтра еще-то снимаю делать. Пока-пока. Привет, народ. Я только с почты. Сегодня, наконец-то, пришла последняя четвертая посылка. Вот она у меня в руках. И я уже могу полностью снимать для вас обзор всего моего заказа. Что, собственно, сейчас буду делать. Вот еще хотела сказать, по дороге я зашла в зоомагазин. Опять по листке кончился наполнитель, поэтому зашла за наполнителем и скажу вам, что я делаю, что мы обычно берем. Какой наполнитель мы берем, потому что мы к нему привыкли. И пока ничего, как бы, никакого аналога я себе, вернее, алифки подобрать не могу. В этом плане. Так, вот мы берем вот такой наполнитель. Кузя крупный, для кошек. Вот тут можете видеть цену. 84. Крупный, крупного сегмента, скажем так. Фракция где-то 4-10 миллиметров. И еще я взяла для свинок вот такой вот. Он, правда, для кошек идет, но, как бы, я поняла, что древесный это гораздо удобнее и выгоднее получается. То есть убираешься у них гораздо реже, у них чище. Это все не разбрасывается по периметру. Все эти опилки не разлетаются. Так, сейчас перевернусь. Вот так он. Ну, вот, в этот раз я взяла большой, 5-килограммовый. Обычно мы тоже, я раньше брала Кузю маленькую. Но его, соответственно, хватало где-то на 3-4 раза. Вот, и сейчас решила взять большой. И продавец мне еще сказал, что есть такой же, 15-килограммовый. А там получается тоже гораздо выгоднее по цене. Вот, так что, вот такие пока наполнители у нас. Привет, друзья. Сегодня у нас утро субботы. И вы видите мой завтрак. Это мюсли со трубями и немножко фруктов и ягодок. И сейчас я это все буду заливать молоком. Что-то, знаете, надоели всякие бутерброды, какие-то полезные. салаты, что-то такое вот хочется поесть немножко. Ой, отрубей. Вот. Такое мое утро. Привет, друзья. Ага. Вот. Сижу, смотрю сериал. Ищетка называется. Очень, ну... Понимаете, что я очень люблю детективные всякие фильмы и сериалы. И вот сейчас у нас 9 часов. Вот такой мой ужин. Синой шниттель натуральный без каких-либо обсыпок с приправами натуральными. И салаты с помидором, с огурцом, с луком, укропом и со сметаной. Просто, чтобы есть не хочется, нам нужно. Поэтому, вот такой сегодня вечерний вечерний воскресный вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok